Что нужно знать с сегодняшним студентом о завтрашних СМИ? Главная новость недели – будущее медиасистем. Его обсуждают на факультете журналистики «Мировые исследователи». Готовься они летом, думай о летней практике зимой. Как устроена редакция Russia Beyond the Headlines и кого они ждут на практику? И учеба на журфаке МГУ не проходит даром. Профессиональная победа наших студентов. Добрый день! В эфире «Маховая-9». С вами Екатерина Винокуршина и Всеволод Селиверстов. На этой неделе на факультете журналистики со всех сторон слышна иностранная речь. Гости со всех концов мира приехали на научные чтения, чтобы обсудить влияние современных СМИ, социальных сетей и других виртуальных сред на аудиторию. С подробностями и с самой гуще событий наш корреспондент Полина Викулина. Екатерина, Всеволод, добрый день! Восьмой раз на факультет журналистики приехали ученые и действующие журналисты со всех стран мира для того, чтобы обсудить проблемы и достижения современных медиа и виртуальных сред и их влияние на аудиторию. Очень много докладов заявлено на эти два дня конференции 17 и 18 ноября. И мы поговорили с одним из первых докладчиков, Карли Норденстренгом из Финляндии. Он защищает философский подход к развитию СМИ и говорит в первую очередь не о изучении возможностей модных новых гаджетов, а о том, что необходим критический анализ теории и практическое применение журналистики. Я считаю важным для масс-медиа и журналистики оставаться верными и улучшать в дальнейшем старые добрые принципы правдивого, справедливого освещения действительности и завоевания репутации своей аудитории. Среди других тем докладов есть и такие, как освещение встречи патриарха Кирилла и папы римского Франциска в Твиттер. А есть, например, и такая, как использование Инстаграм российскими СМИ, модели визуализации. Очень актуальная тема, ведь и мы создали свою страничку в Инстаграме. Сева, Катя. Да, ищите по хэштегу «Маховая 9». Спасибо, Полина. Ноябрь на факультете журналистики богат на конференции. Уже через неделю, 25 ноября, начнет работу еще один масштабный проект – Международная конференция «Дизайн СМИ. Тренды 21 века». Насколько важен медиадизайн для современных СМИ и чего стоит ждать от этого события студентам и практикам? Прежде всего ждать традиционные изюминки нашей конференции – это блестящие выступления дизайнеров-практиков, лучших дизайнеров-практиков, авторов наиболее интересных медийных проектов за последние два года. Захотели проверить свои творческие способности? Запишитесь на воркшопы на сайте факультета, и тогда создание инфографики или дизайн-сайта для вас будут не просто модными словами. Высоких гостей на этой неделе встречали и наши коллеги с факультета психологии. 120 лет назад родился человек, благодаря которому, по признанию западных ученых, в области психологии Америка еще долго будет черпать идею России. Заглянем в наследие Льва Семеновича Выгоцкого. Императорский зал Института стран Азии и Африки МГУ полон света. Великого российского психолога помнит и чествуется на юбилейный год. Лев Семенович Выгоцкий родился 120 лет назад, но по праву считается вечным современником. В какое бы время к нему не обратились, вам будет с ним о чем поговорить. Он родился в Белоруссии, не прожил и 38 лет, но сумел заглянуть в будущее и создал новую неклассическую психологию. Лев Семенович для нас это та основа, на которой базируется и развивается современное научное гуманитарное знание. Идеи Выгоцкого легли в основу культурно-исторической теории о природном и социальном поведении. Его исследования человеческой психики и сознания до сих пор пользуются высоким спросом на мировом рынке. Ученые всего мира оценили их, правда, спустя уже вот многие годы, этот вклад нашего ученого, и поэтому его школа, его вклад, его работы так популярны во многих центрах исследования. Еще одна заслуга ученого – вклад в развитие детской дефектологии. Важная аксиома – дефект не только слабость, но и стимул к его компенсации. Сегодня помогает эффективно корректировать детские ограничения. В век высоких технологий этот постулат Выгоцкого актуален и для информационной среды. То, что сегодня происходит в информационном пространстве, как раз является этим неконтролируемым каналом влияния на психику наших детей, которое, в общем-то, сейчас очень важно взять и сделать управляемым. Для этого нужны специалисты, нужны уточненные терминологии. Учения Выгоцкого пересматривали, критиковали. Видимо, не были готовы их понять. Выгоцкий намного опередил время. И только сейчас мы становимся немножко психологически готовыми для того, чтобы воспринять, собственно говоря, то, что он нам оставил. Действительно, оказалось, очень многие идеи остались за бортом внимания исследователей, и поэтому, собственно говоря, хочется их решать. Обучение, согласно Выгоцкому, – это вся жизнь. Но иногда, чтобы заглянуть в будущее, надо вернуться в прошлое. 2016 год в России объявлен годом Льва Выгоцкого. Почти тысячи студентов закружились в танце. Десятый юбилейный бал МГУ стал самым масштабным за свою историю. Мы собрались, чтобы пообщаться, полюбоваться красотой, и это свойственно вообще Московскому университету. Вальсом с королевой прошлогоднего бала ректор университета Виктор Антонович Садовничий открыл торжественный вечер. Традиционные катильоны, контр-дансы, зажигательный хасл в конце вечера. Королем и королевы бала в этот раз стали студенты исторического факультета. Ажурфак пока только готовится к своему ежегодному балу. Тема этого года – разнообразие культур и исторических периодов. Физики и лирики уже разучивают танцы со всех уголков света. Танц-классы проводятся сразу на двух факультетах. По понедельникам, вторникам и пятницам на физфаке, а по субботам и четвергам у нас на Маховой. Приглашения на бал выдаются по итогам посещений. Где пройти практику? Вопрос, который особенно остро встает перед студентами летом. Мы подумали об этом заранее. Сегодня мы начинаем наш экскурсионный тур по редакциям новостных изданий. Первая остановка – Russia Beyond the Headlines. Отправляемся вместе с корреспондентом Алей Сабрицкой. За этими серыми стенами в здании редакции российской газеты скрывается яркий международный проект Russia Beyond the Headlines. Запущен российской газетой в 2007 году. Почти 10 лет знакомит зарубежную аудиторию с Россией. Сегодня уже в 30 странах и на 17 языках. Мы считаем, что уже в принципе сформировали репутацию нашего издания. И сейчас мы развиваемся в направлении синдикации. То есть производстве своего контента, на который могут подписаться другие издания. Сама редакция чем-то напоминает солнце. От этого стола отходят лучи. Это кластеры, где сидят региональные редакции. Каждый кластер готовит для своей страны уникальный продукт. Особым спросом здесь пользуются профессиональные переводчики и гестредакторы, носители языка. Они работают удаленно. Каждый из своей страны. Мы готовы работать и обучать людей. Можно очень хорошо уметь продвигать что-то в соцсетях. Тоже прийти к нам, и это будет ценный наук, который нам очень нужен. На лучах редакционного солнца можно найти и специальные проекты RBTH. Например, Russia Direct. Это аналитический ресурс для экспертов. Здесь готовят ежемесячные доклады о России. Очень сложно изменить образ России, представить образ России как сложную страну со своими интересами и противоречиями, так, чтобы нас не воспринимали как пропаганду. Если вы уже задумались о летней практике, советуем рассмотреть RBTH. Стажерам здесь всегда рады. Мы берем и заваливаем таким количеством работы, что они уползают просто отсюда, пищат, восторгом. Неоплачиваемый стажерский срок может затянуться. Но история успешного совмещения учебы со стажировкой и дальнейшим трудоустройством тут тоже есть. Одна из них – обозреватель Олег Егоров. Здесь типик график, поэтому я по утрам приходил сюда, а где-то часа в два-три уезжал. У меня была медистратура вечером, как и многие другие. Так что получалось совмещать. Тем более, я приходил сюда не каждый день. Часто работал из дома, просто написал тексты, получал из них гонорар. Работать в редакции на улице «Правда» или из дома – выбор стажера. В списке обязательных требований – готовность учиться, сдавать материалы и проявлять ответственность. Ну а тем, кто уже ищет работу, проект может быть интересен. Потому что здесь очень много возможностей самореализоваться, очень много сложных задач стоит. Я люблю свою работу в RBTH, потому что она помогает встраивать Россию в глобальный мир и делать нашу страну понятнее людям из самых разных стран. Стать частью команды легко. Для этого нужно отправить письмо по указанному на сайте редакции адресу. Это еще один совместный проект нашей программы с журналистом онлайн. На сайте журонлайн.msu.ru вы можете узнать другие важные подробности о работе этой редакции. Например, какая должность проклята в RBTH, за что главный редактор готов покалечить своих сотрудников, и что можно найти на редакционной кухне. Далее в эфире. Какой вопрос больше всего волнует студентов журфака на этой неделе? Особенно тех, кто любит учиться в буфете. Убедоносная 405-я группа. Легко ли досталась победа в профессиональном конкурсе? И о чем предупредит наша Василиса Кузнецова? Кому на следующей неделе грозит резкое похолодание? Над кем нависли грозовые тучи? И когда на факультете появится радуга? Подробная карта следующей недели в нашем прогнозе погоды. В прошлом выпуске мы открыли новый канал общения с деканом нашего факультета Еленой Леонидовной Вартановой. Целую неделю ведущая рубрики «Задай вопрос декану» Ирина Великая изучала, что же волнует студентов журфака. Давайте узнаем, что. Всем привет! Надеюсь, неделя прошла хорошо и вы не очень устали, потому что у меня для вас важная информация. Прямо сейчас вы услышите ответ на вопрос, который хоть раз задавал каждый журфаковец. Елена Леонидовна, когда же будет Wi-Fi? Хочу напомнить дорогим студентам, что Wi-Fi на факультете должен подчиняться всем правилам, которые сегодня определены в законе о связи Российской Федерации. А именно для того, чтобы здесь установить свободный, независимый от университета Wi-Fi, мы должны иметь провайдера, у которого каждый студент должен регистрировать все свои основные данные, паспортные данные, прописку и так далее. Поэтому мы сейчас работаем над тем, чтобы устроить такую внутреннюю сеть и дать студентам подключение к Wi-Fi. Но похоже, что технологии идут впереди нас, и сегодня технологии 4G или LTE позволяют вам за очень небольшую плату выйти в интернет даже со своих мобильных телефонов. Тем не менее, мы ведем переговоры, и, может быть, в кафе мы сделаем точки доступа через них. Ну что ж, придется нам вспомнить, что есть жизнь и за пределами сети. В конце концов, столько студентов выпустили с маховой еще до появления интернета. Елена Леонидовна, автор самого оригинального вопроса спрашивает, каким оно было, ваше самое яркое воспоминание студенческих лет? Я вспоминаю одну из ранних лекций профессора Ковалева по истории русской литературы. Я вспоминаю, как нам было довольно трудно сосредоточиться, еще полусонный. Мы сидели в аудитории и смотрели, как профессор Ковалев поднимается на сцену 232-й аудитории. На нем его традиционная тюбетечка или такая шапочка. И достает он из своего портфеля халат, облачается в халат, ложится на стол, который стоит на сцене. И возлежа на этом столе, он объявляет тему лекции гончаров, обломов. И вот с тех пор у нас прекрасные воспоминания и о его лекциях, и о его своего рода педагогических тонкостях. Потому что такими симпатичными иллюстрациями он пробуждал наше внимание. Он шутил с нами и создавал настоящую любовь к русской литературе. Елена Леонидовна, таким воспоминаниям можно только позавидовать. Хотя что-то мне подсказывает, что и у наших студентов могут найтись подобные истории. Все-таки жизнь на журфаке редко бывает скучной. Дорогие друзья, надеюсь, вопросы этой недели вдохновили вас. И в понедельник вы тоже отправите свое письмо декану. Успейте сделать это до среды и в пятницу следите за нашим эфиром. До новых встреч! Первую профессиональную награду завоевали в этом месяце студенты четвертого курса. Восьмой Московский международный фестиваль профессии журналист принес студентам 405-й группы журфака МГУ сразу два диплома. Учебная пресс-конференция с Ириной Шихман заняла третье место в номинации «Лучшая телепрограмма» и первое место в номинации «Приз зрительских симпатий». На телевидении я могу себе позволить? Я могу все. Мне хочется надеяться. На первую зарплату я купила? Шоколадку «Альпенгольц» с изюмом и с орехом подарила маме. 12 рублей была зарплата. Сегодня в нашей студии ведущая этой пресс-конференции Александра Казачкова и шеф-редактор программы «Сати Айрапетян». Девушки, здравствуйте! Поздравляем вас с победой! Здравствуйте! Спасибо большое! Нам очень приятно, что вы нас пригласили. Как вы считаете, почему журналистам полезно посмотреть вашу передачу и кому еще она будет интересна? Мы приглашали Ирину именно с той целью, чтобы она поделилась своим журналистским опытом. И при том мы понимаем, что это женщина в журналистике, это достаточно активная, она профессионал. И когда вы посмотрите нашу передачу, наверное, вы уже ее видели, там действительно очень много, как бы мы сейчас сказали, лайфхаков для начинающих журналистов. И мне кажется, им особенно нужно посмотреть эту программу, но также всем, кому интересно она как женщина, как журналист. Саша, у меня вопрос к вам. Да, мы видели вашу передачу, и вы обращаетесь к Ирине на «ты», в отличие от зрителей. Это какой-то ваш особый подход или вы с ней подружиться успели? Мы с Ириной подружиться успели еще летом. Я открою секрет, я с ней знакома. И я проходила у нее практику, и прохожу по сей день на телеканале НТВ, где она проходит. И у нас с ней отношения, конечно, такие более дружеские, и она ко мне относится как к ребенку. И поэтому это была ее просьба, чтобы общаться на «ты». И я думаю, что вот как раз через «ты» мы смогли создать эту дружественную атмосферу. Мы взяли комментарий у вашего преподавателя, Романа Александровича Лобашова. Давайте посмотрим, что он говорит про вас. В 405-й группе мне, ребятам, нам вместе удалось создать реально команду. Это команда, которая способна уже сейчас запустить не один сложный телевизионный проект. Важно, что они могут сами, своей головой, своими руками, своим сердцем создавать качественный телевизионный контент, за который ни им, ни мне не будет стыдно. Согласны ли вы, что ваше главное достижение, то, что вы стали командой, и сложно ли вам далась эта победа? Ну, Роман Александрович, конечно, сказал контент, коллектив. На самом деле нам он говорил это по-другому, что, ребят, вот вы стали, наверное, семьей очень дружной, дружественной. Он нам говорил, что после вот этого он готов с нами не просто сотрудничать в группе, а брать нас на работу и рассматривать нас как сотрудников. Действительно каждый человек и меня поддерживал, и я вот ощутила действительно дух команды. У меня такого никогда не было, и вот я считаю, это заслуга всех наших ребят. Я желаю вот каждому поработать в такой команде. После этого ты понимаешь, что ты хочешь этим заниматься. Это был первый опыт для группы, и, конечно, давалось тяжело. В первый раз оно все, когда ты не знаешь еще, как котята мы такие. Но после того, как у нас получилось это все дружно сделать, у нас сейчас столько идей. Мы прям горим новыми передачами. Это записать, дискуссию, беседу, то-то. Да, и если бы не было этой команды... Мы боялись, что первый блин будет комом, но мы были в восторге от того, как все получилось. Несмотря там какие-то, может быть, были недочеты, но мы этого не заметили, потому что общая атмосфера, в общем, мы даже, наверное, переделали то, что мы хотели. Да, и когда уже сказали «Стоп, запись», Роман Александрович говорит «Первый блин не комом». Еще раз поздравляем вас. У нас в студии были студентки 405-й группы Александра Казачкова и Сати Айрапетян. Еще один герой недели – студентка магистратуры Дарья Гнашко. Ее документальный фильм «Послание» вошел в конкурсную программу 8-го международного кинофестиваля о жизни людей с инвалидностью «Кино без барьеров». «Послание» – это история Жени Ляпина. Ему 20 лет. С детства он передвигается на коляске, но это не мешает ему жить, ставить цели и добиваться своего. Всего на кинофестивале были представлены 72 картины из 20 стран. Поздравляем, Дарья Гнашко! И в заключении по традиции о погоде. Прогноз, который поможет не попасть в число должников, подготовила Василиса Кузнецова. Всем добрый день! С вами снова погода на журфаке. Зима подкрадывается незаметно, и вот уже в понедельник лютые морозы настигнут наших третьекурсников. Готовьтесь, ребята, к резкому похолоданию. Контрольны по зарубежной литературе. Во вторник и в среду переменная облачность, прояснения возможны, но все-таки занятия на факультете никто не отменял. Остаток недели обещает быть богатым на погодные явления. В четверг над студентами четвертого курса нависнет грозовая туча дедлайн. Не забудьте сдать свои рефераты по литературному редактированию. Небольшие, но горькие осадки прольются у первокурсников вечернего отделения, которые напишут проверочную работу по зарубежной литературе. Ну а в пятницу под факультетским куполом проявится радуга, продержится до субботы. В течение двух дней будет проходить конференция «Дизайн СМИ. Тренды 21 века». Также предупреждаем, что по четвергам и субботам на журфаке можно попасть под сильные атмосферные вихри, которые закружат вас в танцы с кавалерами с физического факультета. Выходя из дома, возьмите с собой перчатки и сменную обувь. Неделя будет нелегкой, поэтому желаю всем сил и успехов в учебе. Увидимся совсем скоро! Каких только талантов не встретишь на факультете журналистики. Актеры, модели, поэты. В следующем выпуске начинаем зажигать звезды на Маховой. Первое знакомство Илья Сластенов и его семь инструментов. Присоединяйтесь ровно через неделю. А на сегодня у нас все. Выпуск вели Екатерина Винокуршина и Всеволод Сильверстов. Спасибо за то, что были с нами. В завершение предлагаем взглянуть на научный календарь нашего факультета на ближайший месяц. Редактор субтитров А.Семкин